И реально мы сегодня видим то, что та же самая история, которая была в Абхазии, повторяется и тут. В Абхазии стал вопрос как? Когда стал вопрос миротворцев, вы задавали вопрос и говорили, что может произойти. Был очень хитрый план применён со стороны Российской Федерации. Я хочу, чтобы это не произошло тут. А какой план был? Было принято решение Совета Безопасности и ООН о создании миротворческих сил. И тогда Россия применила право вето в своё время по Абхазии. И тогда миротворческих сил ООН перешёл к мандату к СНГ, миротворческим силам СНГ. Миротворческие силы СНГ, которые были на территории Абхазии и Схенвайского региона, имели мандат ООН, но в состав войск не входили страны СНГ. Все сказали, что мы не можем финансировать. Россия сказала, да, мы будем финансировать свои войска. И получалось так, что под мандатом миротворческих сил СНГ были российские войска. И эти войска, которые должны были соблюдать процесс мирный, и чтобы не было стрельбы, они в один день стали оккупационными войсками. Так что, если вопрос тут станет, какие миротворцы должны прийти, допустим, если будет рассматриваться этот вопрос на территории Украины. Если мы будем рассматривать в рамках Совета безопасности, мы знаем, что Россия применит вето в Совете безопасности, чтобы не были войска ООН как миротворцы на территории Украины. А теперь станет вопрос, под каким мандатом, какие страны будут оплачивать эту ситуацию. И реально возникает вопрос, что Россия может сказать, что да, мы готовы выставить своих миротворцев в этой ситуации. Почему? Потому что, посмотрите, что происходит на сегодняшний день, Россия не как сторона конфликта, получается, в данной ситуации юридически. Все мы понимаем, что Россия воюет против Украины. Это факт. Продолжение следует...